Всем привет! Добро пожаловать в новый влог, и он будет по-настоящему особенным. Почему? Потому что я еду отдыхать одна, без детей и даже без мужа. Нет, с Томаком я, конечно, поехала бы вдвоем, нам этого сильно не хватает. И еду я не совсем одна, потому что с двоюродной сестрой, с моей мамой, с мамой двоюродной сестры, то есть с моей тетей и еще с их подругой. То есть у нас такая женская поездка. Они собрались в отпуск еще где-то, наверное, в конце июня и пригласили меня присоединиться. Это будет очень классный повод повидаться, потому что если с мамой я виделась еще в мае или в июне, как-то она приезжала, то с тетей и с двоюродной сестрой уже очень-очень давно. Поэтому я вся такая в предвкушении, и я сама лечу в Рим. Они едут вчетвером, мы встречаемся там, и потом из Рима мы снова едем на Амальфе. Мы арендуем машину и едем на мое любимое побережье. Кстати, я так сильно о нем мечтала, что в этом году второй раз там побываю. Но мы поехали туда зимой, если помните, я снимала влог. Если не видели, то можете пересмотреть, какая там погода, что мы там делали. И сейчас мы даже останавливаемся в другом месте, чем с Томашем, с моей свекровью и с нашими детьми. И также я думаю, что это будет совершенно другая поездка и по настроению, и по вайбу. Я так хотела увидеть вот эти лимоны на террасах. И не только говорят, что там одни из самых больших цитрусовых. В общем, там должно быть еще зелено и тепло. Конечно, я рассчитывала на более теплую погоду, потому что мы арендовали, как я так говорю, мы. Этим всем занималась не я, но двоюродная сестра арендовала где-то там квартиру недалеко от моря, так, чтобы можно было ходить на пляж. Но я не уверена, что мы там будем прям лежать-лежать на пляжах. Хотя, кто знает, кто знает. Поэтому, девчонки, я очень-очень рада. И не только девчонки вообще. Я не помню, когда мой муж оставался вот чисто сам с детьми на целую неделю. Да, я лечу на неделю. Девочки, на 10 дней, а я на неделю. Я на дольше не могу по работе. Но я не помню, что мой муж вообще вот так вот всем тут заветовал, что хочется сказать. Удачи, счастливо оставаться. Реально. Самолет у меня завтра утром. Я только закончила работать. И, к сожалению, еще ничего не успела собрать. Вообще ничего. Чтобы вы понимали, я лечу одна. Я даже не смотрела, как мне добраться из этого аэропорта к нашей квартире. Мы прилетаем вообще в разные аэропорты с девочками в разное время. И я не зачекинилась, я не сделала ничего. Не купила страховку, поэтому сейчас буду этим заниматься. Но сначала я хотела бы открыть посылку. Хотела сделать это вместе с вами. Поэтому она у меня мариновалась. Меня, наверное, 4. Хотя меня дико разъедал интерес. А может, мне это еще и пригодится с собой. Я знаю, что здесь, но я не видела это в реальной жизни. О, да. Здесь что-то очень красивое и супер актуальное. Это тоже красивее, чем я думала. Боже мой, какой роскошный цвет и фактура сумки. Я ни на что не намекаю, но, по-моему, идеальный мэч с моими ногтями. И этот цвет такой не то шоколадный, не то бордовый. Отменно впишется в мой не только осенний гардероб, на самом деле. Но они есть в разных-разных цветах. И здесь еще вот такая, как видите, длинная ручка. Как это открывается? А, понятно. Внутри, видите, какая красивая подкладка и небольшой кармашек. Здесь магнит. Вот такой логотипчик сверху. И я думаю, что вы даже через экран можете заметить качество. Они не только красиво выполнены, они еще очень прочные и хорошо носятся. И сейчас сравним с коричневой. Видите, она все-таки чуть меньше, но я и хотела себе маленькую сумку. Цвет нереальный восторг. Сумки полен, конечно, очень износостойкие. Господи, а какая красота. Вот мне нравится и дизайн, и все. Я с этой сумочкой со своей отходила, девочки, всю зиму. Наверное, осенью я ее заказала. То есть осень, зиму, весну и лето. И она до сих пор в идеальном состоянии. Фурнитура не портится. Нигде нет никаких вообще признаков того, что я настолько активно ее использую в своем повседневном и не только гардеробе. И я даже подумываю заказать себе какую-то большую модель. Например, там для путешествий. Но у них все цвета красивые. Все модели. Мне настолько сложно выбрать. Но я хотела себе какую-то малютку. Знаете, я не очень часто ношу большие сумки. Поэтому чаще отдаю предпочтение или чему-то среднему, или совсем такому миниатюрному. Чисто для телефона. У меня даже карточек с собой нет, чтобы вы понимали. И, конечно, эта малышка очень красивая. Оставлю вам ссылку. И, между прочим, знаете, когда мы выходим куда-то там в город, и даже у наших мамочек в школе я видела сумки полен. И часто, особенно в Европе, когда куда-то едем, я встречаю их на людях. Ну, то есть не только у блогеров, а на реальных людях. И с маленькими, и с большими, с абсолютно разными моделями. Этот бренд ценят и любят многие. И я понимаю, за что на самом деле. Я сама являюсь их огромной поклонницей. Обещаю, что попозже сниму вам видео с покупками на осень и зиму. Прям такое отдельное. Обзорчик сделаю. Но пока что я иду собирать свои летние образы. В поездку. Моя попытка номер два улететь. Я на самом деле была в аэропорту еще вчера, но не смогла вылететь не только из Кракова, а вообще из всей нужной Польши, потому что у нас экстренная погода, которую невозможно было предвидеть тогда, когда я покупала билеты. Залило аэропорт настолько, что самолет из Рима не приземлился в Кракове, не забрал туристов отсюда, и его вообще отправили аж в Варшаву. И сегодня я вылетала. Тоже из Кракова. Солнечная погода на самом деле. Такое случается, потому что я не знаю, как можно было построить аэропорт в такой части города, где в принципе низины, где очень часто катастрофические туманы. И вчера было очень скользко. Не только мой рейс отменили, это вообще нередкое явление в Кракая. Меня уже ждут мои родные люди. Я просто-напросто купила билет вообще даже с другими авиалиниями на следующий день. Вообще в целом я даже рада, что я не полетела вчера, потому что мне было супер неспокойно по личным обстоятельствам, назовем это так. И вообще с утра я даже думала, лететь или не лететь. И когда я заметила, что нам передвигают рейс на полчаса, там на 15 минут, потом на полчаса, потом на час. В общем, у меня было такое какое-то ощущение внутри, знаете, встать и выйти. Я как раз разговаривала со своей подружкой по телефону все это время, пока торчала в аэропорту. Я говорю, я не хочу лететь, мне неспокойно, мне хочется встать и выйти, и возможно так даже лучше. Вечера я вернулась из аэропорта, прекратился ливень, светило солнце, и думаю, ё-мо-ё. Ну, а сегодня уже другая ситуация. Я сижу в кафе, буду сейчас пить свой мятный чай. Купила я себе очень вкусную покачу, говорю так, потому что я её ела тоже вчера, с курицей, без панировочных сухарей. В общем, встречаемся с вами уже. Время! Девочки решили повозить меня на общественном транспорте. Мы тут очень часто им пользуемся, потому что живём не прямо в центре-в-центре, нужно чуть подъехать. И сейчас нам полчаса нужно ехать на автобусе, это какой-то достопримечательность, откуда мы начнём изучать Рим. Вчера вечером гуляли, я практически ничего не снимала, там поужинали, чуть устали, и сегодня планируем целый день посвятить нас на то, чтобы погулять по Риму. Там девочки сидят дальше, я одна полчаса на автобусе, поэтому там, где были места, там мы их и занимаемся. Ну что же, наши итальянские приключения начинаются с однодневной прогулки по Риму. Все остальные были здесь не единожды и уже очень хорошо знают этот город. Я когда-то была здесь целых пять дней, и сегодня у меня был только один день для того, чтобы освежить свои воспоминания. Впервые я была в Риме ещё до рождения старшего сына, где-то лет 12-13 тому назад, и тогда я тоже была здесь на девичнике со своими польскими подругами. Мы провожали одну из них в супружескую жизнь. И интересно, что она тогда жила в Риме целых полгода, потому что она была здесь по обмену студентов. Она очень хорошо знала город, она показала нам не туристические места, а вот то, что успели в этот раз за один день, это, конечно, ничего, потому что город просто огромный, и я уже пообещала детям и мужу, что мы сюда приедем все вместе. И вообще хотелось бы так, наверное, даже на недельку для того, чтобы не спеша прочувствовать всю атмосферу и полностью окунуться в этот мегаактивный город. Здесь такой сумасшедший трафик, здесь очень много людей. Конечно, это столица, это несравнимо с Краковом. У нас тоже практически нет бездомных, если они есть, то точно не в центре города. У нас нет эмигрантов. Я в Кракове чувствую себя более безопасно, и ничего нет плохого там в эмигрантах и бездомных. Жизнь очень сложная штука, но я просто говорю вам, в отличие от Кракова, в Риме я постоянно ищу больше, следила за сумкой, еще больше сосредотачиваешься на том, куда ты идешь, кто рядом с тобой, где твои вещи, где документы, где деньги. Следишь, чтобы никто тебя там не просто не обворовал, но и чтобы не обманул. Ну, не знаю, это мои ощущения, и Рим, конечно, очень красивый. Такая невероятная архитектура. Здесь, вот знаете, стоит побывать, наверное, каждому и увидеть все собственными глазами, а не через экран монитора. Нагуляли аппетит, присели в ресторан и будем есть ризотто, так как мы в Италии, все-таки. И пасту. Типа как болонезе, только с зеленым макароном, с грибами, а у меня с шафраном, с креветкой и с лимонной цедрой. Приятного аппетита, идем гулять дальше. Завершаем наш однодневный спринт по Риму на Капитолии. На главном холме Рима, древнейшем. Я поняла, что мне нужно еще раз сюда приехать и вообще по ощущениям, как будто я живу в Кракове, тоже типа в туристическом городе, но в конкретном селе по сравнению с Римом. Достаточно сильно утомляет, потому что здесь такое движение, вот мы сидим здесь поменьше людей, хоть чуть-чуть отдыхаешь, вот знаете, ничего там не мельтешит перед глазами, ничего тебя не отвлекает. Мне понравилась, очень классная погода. Томак никогда не был в Риме, он постоянно говорит, что нужно ему сюда приехать. Я думаю, что мы как-то соберемся. Очень комфортная погода. Теперь идем паковать вещи. Да, Томак сам покажет. И будем завтра переезжать на Аммальке. Я там такое вычудила с чемоданом, мне придется все перепаковать в мусорные пакеты, потому что мы, наверное, не помещаемся в машину. Но об этом будет дальше. Я не знаю. Возможно, очень смешно. Скажи, что гида, два гида у тебя было. Мы сегодня разделились. Это Ирина Михайловна, а это мама. Они тут уже сто раз были, в отличие от меня, поэтому провели меня. Я возмущалась, говорю, сколько можно ездить на общественном транспорте? Я вижу только метро, автобус. А, кстати, вчера метро закрылось в шесть вечера, ой, в девять вечера. И я обалдела от того, что просто как доехать? В воскресенье. В воскресенье, да. Непривычно очень. Сейчас едем уже домой, наверное, не поедем к Колизею. Я там была, ну, целый день мы прогуляли, так как я хотела пешком, не в общественном транспорте, я обухтела, обухтела. Вышли, выгуляли меня, все, человек будет спать спокойно. А мы встречаемся завтра. субтитры, 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 я вам говорила, что моя мама везет мне подарок из Украины. Именно там я нашла в наличии аромат тилия. На мейкапе я оставлю вам ссылку. Есть и пробники, и 30 миллилитров, у меня целых 100. Это аромат счастья, аромат детства, радости, липа, желтые цветы, какая-то такая воздушная нотка в нем есть, и его заценила в этой поездке. Не только я, мы все им пахнем. Он так шлейфит. Это один из самых громких запусков этого года, и он влюбит в себя огромное количество девушек. это аромат унисекс, но в основном его как-то больше любят именно женщины. Он очень мягкий, очень нежный, слегка сладкий, как теплый, уютный липовый чай с медом в прохладный день. Я, конечно же, распаковала его раньше, мы все им пользовались, он очень приятный, и у меня достаточно много ароматов из мейкапа. И вот говоря об оригинальности, да, здесь даже была голограмма, которую мы аккуратно отклеили, я хочу это все привезти в коробочке домой. Посмотрим, как получится с багажом, но коробка такая немаленькая, здесь же есть книжечка к нему, вот, фирменная, вот такая скромная, но увесистая бутылочка, у меня полноразмерная версия, мы все активно наносили его, и у меня теперь этот аромат будет, знаете, еще ассоциироваться с очень приятными воспоминаниями из этой поездки. Таких приключений, как у нас, еще никогда ни у кого не было. В общем, мы сейчас находимся на вокзале в Терминии, в Риме, и моя сестра двоюродная в аэропорту, тоже время, но туда нужно ехать минут 50, наверное, и она арендовала машину там, потому что цена была нормальная, ну, то есть, вообще, очень выгодно получалось, поэтому мы решили так сделать. Но теперь и не хотят ее выдать на украинские права, которые раньше считались международными, а теперь нужна какая-то книжечка, в общем, поменялись законы, причем она уже раньше арендовала тоже в Италии на свои украинские права, и не было никаких проблем, и у нее даже украли машину на Амальфе какое-то время тому назад, и все было окей, она покупала полную страховку, поэтому ничего не доплачивали, не было никаких там дополнительных затрат в связи с кражей машины, поэтому покупаем еще и дополнительную страховку, и можно было бы взять на мои права машину, но прикол в том, что я улетаю раньше еще и из Неаполя, поэтому она не могла бы вернуть эту машину вместо меня, или нужно было бы арендовать здесь, отвезти меня в Неаполь, а потом ей на страх и риск ехать в Рим отдавать, это на секундочку два с половиной часа времени, а то и три, и возвращаться на Амальфе, потому что все остальные будут там. Короче, мы тут выясняли, что с этим совсем делать, мы впервые с таким сталкиваемся, и есть компании, которые могут выдать нам машину в аренду на все время на украинские права, это стоит чуточку дороже, но это возможно, и эти компании единицы, кто берет на себя такие риски, я не знаю, что за прикол, раньше просто там пластиковые права украинские, ты можешь ездить, и в принципе на них можно водить машину в Италии только вашу, а в аренду не все дают, хотя раньше считалось, что украинские права международного образца, и это не проблема именно в Украине, а для всех, кто извне Евросоюза, вот такая ситуация, поэтому нужно еще как-то дополнительно доделывать международные права, которые требуются теперь в Италии, и в общем мы тут застряли, Лена арендует машину в аэропорту, гораздо дороже, непонятно вернут ли нам деньги, которые мы уже заплатили за машину, нужно оформлять документы, спорить с ними, потому что информация на сайте у них такая, что да, выдают, даже с правами извне Евросоюза, и нигде там не указано, что должна быть еще какая-то книжечка, тем более, что раньше арендовали, вообще, что за прикол, и я еще и приехала с большим чемоданом, я вообще как-то даже не подумала об этом, я собиралась в таком трансе, я взяла первый попавшийся чемодан, у меня куплен багаж на 20 килограмм, поэтому я взяла типа средний чемодан, и вопрос, теперь поместимся ли мы в машину, они, кстати, с маленькими чемоданами, поэтому вполне вероятно, что мы спакуемся, а если нет, то придется мой чемодан разложить, перепаковать какие-то мусорные пакеты, которые я купила, и позапихивать мои вещи отдельно, иду сейчас ко всем остальным, и будем ждать Лену с арендованной машиной, я буду возвращать деньги за билет, там в Польше такая катастрофа, не столько в Кракове, с моими все нормально, у нас там реки не повыходили из берегов, но во Вроцлаве и вокруг Вроцлава там, ну, потоп конкретный, целые города затопило, ужас полный, вот, поэтому наше утро сегодня такое очень интересное, плюс у нас сломалась колонка в нашей квартире, у нас не было горячей воды, вчера я там чуть-чуть что-то помылось, то, что необходимо было сделать, но голову не стало мыть, полностью принять душ, полноценно не получилось и что-то еще, ну, в общем, с квартирой у нас тоже какие-то вопросы, все как-то так интересно складывается, но мы считаем, что мы приобретаем новый опыт и такое тоже случается. так, Ирина Михайловна работает, а это все наше барахло, которое нам нужно поместить, это все наши чемоданы или еще все наши, как мы это все загрузим, и мой чемодан, это я так лоханулась, но будет у меня урок, у нас у нас в семье может быть второй логист там чуть-чуть это кручу и верчу все получится может может Люден туда поставить и Ирин туда поставить и Людин ну у нас тут еще чуть-чуть сумок конечно есть еще можно что-то Лена мне кажется мы тебе сегодня ужин должны да вот это да я считаю что ты просто герой сегодня героиня точнее кажется мы сегодня так едем на Амальфе но у нас осталась одна деталь вы там сильно громко не смейтесь пока что не верится но мы таки доехали сегодня у нас вот тут такие красивые апартаменты Лена тоже бронировала и у нас уже второй раз две ванных комнаты два туалета когда пятеро людей это прям критично важно вот здесь такая комнатка компактная шкаф вентилятор здесь что-то закрыто амальфитанские всякие тут декорации здесь наверное занято один туалет пока мы не разложились покажу вам большую спальню снова телевизоры все дела морская тематика двухспальная кровать то квартиру не снимала как-то я так позже заселилась огромный шкаф и была всего один день две ночи и еще один санузел между прочим со стиральной машинкой мама ты видела душ балкон везде окна здорово это просто круче чем all inclusive я сильно не выготавливаю что значит отдыхать с мамами Лена у нас тут такая пойдет за покупками Ирина Михайловна тоже все суетятся на кухне а если я могу отдохнуть я это делаю и сегодня у нас вот такой шикарный завтрак гречка у нас тоже была девочки привезли сосиски итальянские салатик овсянка бурата прошутто да это я там показала но вы такое видели у нас будет суп на обед все соскучились по нормальной еде поэтому девочки готовят еще и суп мы сегодня никуда не торопимся погода у нас не очень поэтому на расслабоне позавтракаем Лена будет еще бегать и мы собираемся и дальше куда-то поедем конечно если было бы тепло можно было бы и на террасу выйти тут релаксировать я думаю что летом здесь еще прикольнее но я подумываю остаться на дольше потому что дальше должна быть классная погода а не вот это вот что-то непонятное холодное дождливое у нас сегодня изучение местности мы остановились в майоре погода гораздо лучше чем все мы ожидали уже около 12 часов дня и ни капельки дождя тфу-тфу-тфу чтоб так и оставалось как хорошо что девочки успели покупаться для меня это прохладно поэтому я только посидела с ними и решила прогуляться дальше а здесь вот такие позитивные лавочки разрисованные причем все на променаде здесь очень мало туристов я думаю что многих напугала погода но не нас если честно до этого я никогда не слышала о городке майоре и миноре которые находятся рядом но если вы хотели бы приехать сюда например на море то это идеальные места для семьи потому что здесь очень тихо спокойно и по сравнению с остальными местами где мы были в этот раз здесь очень мало людей есть вкусные рестораны здесь немножко дешевле здесь нет ступенек не нужно скакать ну разве что вы пойдете там на лимонную тропу или же к костелу тогда да а вот чтобы дойти до моря ты идешь по плоскому берегу или вдоль побережья вечером прогуляться по набережной очень приятно атмосферно и здесь есть все необходимое супермаркеты какие-то достопримечательности но миноре все-таки сохранился лучше локальные деликатесы мы обязательно возьмем что-то на завтрак завтра сегодня у нас так по-быстрому все было возьмем несколько пирожных вот такое канули очень здорово что его наполняют прямо перед тем как ты будешь есть потому что оно очень быстро размокает всякие пироги здесь обалдеть наполнение из рикотты нам делают прямо на месте это наверное будет вкусно это было самое вкусное канули которое я когда-либо ела а возвращаясь к майоре к сожалению исторически так сложилось что этот город очень много раз страдал от наводнений и по факту большая часть старинного города была разрушена и ее не восстанавливали а просто возводили новые здания ну уж такие как получились но вот например костел Санта Мария сохранился какой-то замок но в целом здесь очень приятно классно и так как сказала здесь действительно можно отдохнуть также этот городок славится лимонной тропой где можно наблюдать очень много лимонов но я их увидела с белыми и то частично только на террасе одного ресторана и потом еще одного в Позитане сейчас просто-напросто не сезон есть очень хорошие рыбные рестораны какие-то кафешки с десертами которым очень много лет и в целом здесь есть чем заниматься пляжи здесь ну не песочные а такая очень-очень мелкая галька которая сильно цепляется к ногам и по сравнению с Хорватией море здесь теплее но оно все же более грязное особенно это заметно после дождя ночью после какого-то шторма но виды здесь не такие как в Хорватии но все равно однозначно стоит это все увидеть хотя бы один раз в жизни и в Везувии конечно же тоже в Кримской сиферии у меня случился запланированный и не запланированный шоппинг я искала себе какой-то новый бронзер но не думала что куплю именно Гучи но мне стало интересно мне еще подарили миниатюру туши которую я пока что не открывала говорят что она является одним из бестселлеров бренда поэтому дома уже попробую я взяла себе не только бронзер но еще и румяна которую можно использовать как тени вот такие супер необычные упаковки которые отличаются от других брендов они очень узнаваемы мне подобрали бронзер в оттенке 2 я с ним уже раза 3 переборщила наносила каждый день и пока что понимаю что мне нужна другая кисть и он кажется темнее чем на лице и на самом деле он еще и более холодный чем в упаковке странно но так сказал консультант и так оно и есть и он сияющий потом приеду домой сделаем с вами какую-то собиралку зеркало очень красивая упаковка такая добротная и румяна дополнительный багаж у меня появился они нелегкие оттенок 3 подходит для моего цветотипа и вот румяна персиково-розовая тоже с небольшим переливом они чуть меньше пылят а бронзер активно пылит буду приспосабливаться к ним пылит 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 Городок Амальфи в тех местах, где мы еще не были с Томашем. А тут кто-то живет. Классно, да? Свет в конце тоннелей есть. Цивилизация. О, какая красота. Что это такое? А где пока плычка? Это ж в этом районе, это в этом районе делают эти, как они, шопка, как это, вертепы, вот. Очень много людей в этот раз, прямо толпы туристов. Я представляю, что здесь происходит летом. Костел Святого Андрея, не православный, а католический. Наверное, пойдем посмотрим. Лена здесь была, а остальные нет. Я рассказывала, да, я влог снимала. И сейчас мы отправляемся есть мороженое. Но, несмотря на погоду, все равно есть туристы. И очень даже симпатично все. Живенько так. Программа мороженое, самая популярная. И инстаграм во всем Амальфе, которая подается в лимонах. И сейчас будем заказывать. Очень громко стало. Начинаем с лимончелло-шприца. Такие же пропорции, как для опироля и те же ингредиенты. Но вместо опироля здесь лимончелло. И, между прочим, очень прикольно для разнообразия. Это настоящий листочек. Я такую люблю. Такая. И еще поды. Аморетта, наверное. Аморетта, это вишня. А, я не знаю. Сейчас Лена придет, она говорит на итальянском. Аморетта, это вишня. Добро пожаловать, красивые люди. Дегустация бесплатная. Сегодня лягушки-путешественницы приехали в Солерно. Мы вообще собрались сюда по той причине, что пляж сегодня не светил. Была странная погода. Моросил дождь. И вообще было так как-то прохладно. Мы взяли с собой куртки, все дела. Приезжаем. А тут тепло. Вышло солнце. Погода здесь настолько странно меняется, что ничего невозможно предвидеть. Тут вышел, собрался на пляж. Начался дождь. Тут наоборот. И сегодня утром Томак еще предложил мне остаться дольше с девочками, чтобы я купила себе новый билет. Я глянула, билеты есть. И я так и сделала. Нужно соглашаться на такие выгодные предложения. Он сказал, что с детьми все в порядке, они справляются. Они уже взрослые, сами собираются. Школа, все здоровы. Наводнение нас не коснулось. Поэтому я могу спокойно продолжать проводить время с родными. И наслаждаться Италией. Ого, какая большая собака. Здесь достаточно много собачников. Нужно постоянно следить за сумкой, чтобы тебя не обокрали. Так как никто не рассчитывал аж на такую холодень, то все пошли как-то по магазинам, знаете, утеплиться хоть какие-то кофты купить, всякое такое, которые также пригодятся осенью и зимой. Сегодня гуляем по Солерно до самого вечера. И потом возвращаемся на Майоре. Давтра утром уже вроде как должен быть пляж. Сейчас мы находимся на одной из главных туристических улиц в Солерно. И как-то так атмосферненько. Своя атмосфера и эстетика. Но мы только приехали, выпили кофе, съели вкуснейшее мороженое. И идем к какому-то костелу после того, как все посетят Беннетон. Здесь как-то так тихо, спокойно и совсем нет туристов. Хотя вообще в каких-то городках поменьше. Типа наших, там где мы остановились, там тоже не слишком много людей. А вот в Амальфе вчера мы сильно толпились. Многие магазины все еще закрыты из-за перерыва. Наверное, после обеда пооткрываются. И знаете, что я заметила? Здесь в Италии очень много каких-то парфюмерных магазинов, бутиков. И с лимитками. Не просто с нишей, а с какими-то суперэксклюзивными лимитками. Особенно в Риме их было очень много. Прямо на каждом шагу. Несмотря на то, что нас пятеро, еще и женского пола, мы особо как-то не ругаемся и договариваемся, чтобы все остались довольны. Чтобы все получили то, что хотят от отпуска. Поэтому я сейчас гуляю, а девочки шопятся. Я не хочу ничего покупать. Это я могу сделать в Польше. А еще супер много магазинов с очками. Причем с такими, знаете, супер популярными брендами. И далеко не дешевыми. И вот даже какие-то модели, которые часто распроданы. Мои туристки потерялись, поэтому я иду одна. Вау! Но не по тем улицам, которые они запланировали. Мы все равно там встретимся. Я понимаю, что некоторые магазины в Украине все еще закрыты. Плюс переменчивая погода. У них был ограничен багаж. И пришлось утеплиться. Но меня это не совсем интересует. Поэтому брожу. И мне очень нравится. И хочу еще дойти не только до катедра. Как это собор, наверное. Типа не только до собора. Это одно из главных туристических достопримечательностей здесь. Но еще также есть ботанические сады. Очень много разных растений, приправ. Можно купить всякие чаи. Собранные именно там. И я вижу указатели, что я совсем недалеко. Поэтому я думаю, что я успею. Все, пока они пошутятся. Если что, потом второй раз пойду с ними. Чтобы не терять время и не торчать там на торговой улице. Чисто итальянский вайб. Скажу я вам. Здесь даже припарковано в спа. Обязательно прется какая-нибудь машина, которая отгоняет всех людей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok в злачных местах на польском. И потом не всегда знаю, как это перевести на русский. Или забываю слова. В общем, мы дошли до собора. Будем называть это так. Domo Salermo. И это собор Святого Mateo. Вроде как здесь тоже находятся мощи. Сейчас буду читать. Но место достаточно значимое для этого региона. Поэтому жалко было пропустить. Мы сейчас у входа. Как и говорили, здесь должны быть львы. Тысяча какой-то там год строительства. Я сейчас зайду внутрь и помолчу. Чтобы никого не смущать. Хорошо? Мне часто интересно посещать костюлы не только с духовной стороны. Я не могу назвать себя прям супер верующим человеком без грешка. Наверное, как и все мы. Но мне интересно разглядывать какие-то старинные места с точки зрения архитектуры и всего, что с этим связано. Вы только представьте, сколько всему этому лет. Больше сотен, да? И тогда не было каких-то программ для разработки этого всего. Не было каких-то технологий. Многое делалось вручную. И когда я стояла и рассматривала эту фреску, иногда она настолько мелкая, но настолько идеально сделана. И посмотрите, во времена, когда у нас разрушаются дома, построенные там пару десятков лет тому назад, это все сохранилось. Понятное дело, многое реставрируется, но мрамор разноцветный. Обратите внимание, насколько детально все проработано. Это так красиво. Это настоящее искусство. И если уж совсем по-честному, то современное искусство мне не настолько близко. Иногда нужно вникнуть, иногда это нужно понять. Иногда понять и простить. Но вот как-то все, что связано с историей, меня это прям восторгает. Я даже не знаю, как передать это все словами. Я готова часами это все рассматривать. И если бы у меня было время, я бы там вообще каждую деталь, наверное, не просто рассмотрела, но и потрогала, насколько бы это было возможно. Очень красиво, правда. Ботанический сад. Вот так это правильно называется. Сейчас закрыт на реставрацию. Я даже позвонила туда, надеялась на то, что Google ошибается, что иногда случается. Но действительно, ботанический сад закрыт. И он мне не светит. Поэтому сижу, жду своих. И будем решать. Здесь еще очень красивый парк. Хочется сходить, посмотреть там фонтаны. И говорят, что этот город еще очень красиво украшают перед рождественскими праздниками. Они еще впереди. Сейчас этого нет. Но возможно, какие-то фонарики все-таки присутствуют, как, например, вчера в Амальфе. Это сразу создает такую какую-то супер уютную атмосферу. И вечером вот эти вот дополнительные огоньки, помимо света, в домах, в каких-то ресторанах. Это как-то по-особенному романтично, что ли. И я такое люблю. Поэтому не знаю, сколько мы здесь будем гулять, но очень хочется остаться до вечера. А если все решат уезжать, то семеро одного, как говорится, не ждут. Вот что-что. А набережная здесь действительно очень красивая и длинная. Есть где гулять и дышать морским воздухом. Упс, полиция остановилась рядом со мной. Мы уже едем домой. Вот они там дальше поехали. Много лодочек припарковано, всяких яхт, мини-яхт, большие корабли, это также порт. Ну а мы отправляемся в наше уютное Майорим. Завтра пляж. Народу вообще не может понять, чем я тут восхищаюсь. Я сейчас выйду наружу и покажу вам. Я думала, это какой-то ботанический сад. Здесь столько разных экзотических растений. А оказалось, что это просто парковка, на которой тоже стоит наша машина. И сейчас я вам покажу то, что даже я сразу не заметила. Вот это лиана, дерево, которое вьется и создает тень, это дерево киви. И здесь даже есть плоды. Смотрите, они везде вот тут висят. Ирина Михайловна говорит, хочется подойти и дернуть. Блин, все накрыто какими-то тут сетками, но банановое дерево здесь просто какое-то гигантское. Вот моя рука по сравнению с ним. И здесь прям несколько ростков. Обалдеть! Вот там видно один гигантский кактус, который переплетается еще с одним каким-то растением. А вот опунция. Или это не опунция с плодами? Мы ее, кстати, ели. Но не такое, только там другие плоды. Не уверена, что это опунция, но очень похоже. Оно просто огромное. Вот, пожалуйста, наверху тоже растет типа алоэ, или что-то около того, всякие пальмы. Какой прикол. Я сегодня накрасилась. Вместо того, чтобы идти на пляж, погода была какая-то такая непонятная. Думаю, окей, я пойду на лимонную тропу, и я возьму с собой весь инвентарь. Штатив, камеру, телефон. Вот это вот все. Ну, то есть я здесь тоже наряжаюсь, но не то, чтобы там вообще как-то, знаете, больше, чем в жизни. Но переться в платье на лимонную тропу в жизни я бы точно не стала. Я подумала, что раз я здесь, я хочу красивые фотографии. Девочки, заперлась лимонная зеленая. Мало того, они еще и закрыты. То есть это типа чьи-то сады, но где-нибудь где там эти лимоны свисают. Я такая, окей. И я дошла где-то до половины, а потом встретила парня и спрашиваю, есть ли лимоны? Он говорит, ну еще минут 15 нужно шурупать, есть ли зеленые. Я такая, понятно, я дальше не пойду. Поэтому я тут пофоткалась с видом на костел, который будет нас. Теперь мы переехали поближе к нему. И утром был сюрприз-сюрприз, потому что каждый час, там начиная с 6 утра, наверное, а и каждые полчаса бам-бам колокола. В общем, мы знатно удивились. Пока тебя лично это как-то не касается, типа рано утром на отдыхе, ты на это не обращаешь внимания, а оно звонит постоянно. Я сейчас вот хожу и слышу. Люди идут тоже в поисках лимонов. Вчера вечером мы прогулялись в городок, который находится недалеко от нас, там, наверное, в километре ходьбы. Выпили опирольчик. Я как-то не снимаю такие моменты, когда мы много болтаем, когда просто как-то отдыхаем. Не знаю, мне не хочется смущать моих родных и близких, поэтому вот так. А сегодня, после того, как погода должна испортиться, мы поедем в Неаполь. И, собственно, будет не так жарко. Но если не будет дождя, я уже буду очень рада, потому что в прошлый раз, когда мы были в Неаполе, я, конечно, промокла насквозь, до колена, прям серьезно. У меня настолько хлюпали кроссовки, это был прикол. Тем не менее, здесь очень красивая панорама. Я аж покрылась мурашками. Очень, ну, прям захватывает, ду, знаете, прям захватывает ду, знаете. Сейчас сижу тут в тенечке на ступеньках. Не могу понять, камера работает или нет, но вроде как да. Сейчас пойду на кофе, что-то перекушу и буду звонить своим. Как там у них дела? Мы вообще без проблем разделяемся. Кто-то хочет туда идёт, кто-то хочет сюда, идёт туда. Иногда я сама теряюсь и смотрю то, что мне интересно, то, что для меня важно. Это абсолютно нормально, потому что все мы разные, и самое худшее, что можно придумать, это принудиловка, когда ты заставляешь все делать то, что интересно тебе, и никто по факту не получает удовольствия. Поэтому мои жарятся на пляже, я в серёжках, в платье и в макияже делаю фотки. Но всё равно это единственный раз, когда я попёрлась фотографироваться. А так как-то по ходу дела. Я крашусь тоже не каждый день, ну там по чуть-чуть. Больше, чем все остальные из нашей компании. Издержки профессии блогера. Я-то пришла, и, кстати, практически не было людей, сейчас просто толпы. И мы живём рядом с костёлом Санта-Мария, и он с вот такими красивыми куполами, которые тоже можно встретить, но не такие же, а похожие на всём побережье Амальфи. В Майории есть очень классная кафешка с вкуснейшим кофе и десертами. И моя сестра, которая много где была в окрестностях Неаполя, сказала, что здесь самое вкусное с фольятеллы, поэтому я взяла маленькое и также ромовую бабку микро к своему капучино. О похудении подумаем дома, но я думаю, что оно того стоит. Мы его пробовали со свекровью и с Томашем ещё зимой. Извините, что я ем в кадре. Такое бывает крайне редко, вы мне это простите. Ну, не то чтобы я прям вообще упала под стол от наслаждения. Возможно, это просто не моё пирожное. И слава богу, шопинг не залазился у меня. Мне просто не хотелось ходить по магазинам. А ещё купила детям футбольные футболки. Мы были вчера в Неаполе. Очень грязный город. Странное впечатление. Как-то... Нет. В Рим хочется вернуться. Неаполя с меня хватит. Ну, как-то, знаете, мы гуляли, изобрели ещё в испанский квартал. Там было стрёмно. Мы оттуда сбежали. На торговые улицы. Очень много людей, достопримечательности. Ну, по сравнению с Римом, как-то так очень скромненько и неухоженно. А в Рим, наверное, выберёмся ещё как-то зимой, когда будет холодно у нас. А в Риме самое то для того, чтобы погулять, посетить какие-то достопримечательности, знаковые исторические места. Потому что летом там невероятно жарко. Ну, это так. О планах на какие-то следующие поездки. А сегодня мы собираемся в Позитана. Я там была. И я всё мечтаю найти где-то террасу с жёлтыми лимонами. Наверное, мне тупо не везёт, потому что снова не сезон. Первый урожай собрали, а второго всё ещё нет. Но всё равно поедем погуляем. Девочки сейчас на пляже. Мне нужно было поработать. Я тоже собиралась. И отправляюсь к ним. Пойдём на кофе. У нас такая традиция. Утром выходим. Из дома сразу идём на кофе. А потом там пляж или по городу, в зависимости от погоды. Дальше обед дома или в городе. Мы, кстати, достаточно много готовим дома в этой поездке. Точнее, не мы, а остальные четверо предпочитают питаться дома. И вообще, вы знаете, мне тоже уже поднадоела эта пицца, ризотто. Я не могу постоянно топтать мучное. Мне тяжело для желудка. Паста тоже я люблю, но прям каждый день это слишком. Поэтому если кто-то сварит супчик, то вообще отлично. И если кто-то не хочет есть дома, можно спокойно поесть в городе. Цены здесь, конечно, не низкие. То есть, если это будет какой-то бар, где не суперкрасиво, где будет несколько столиков снаружи, внутри не факт, то это где-то 10-15 евро для того, чтобы нормально поесть. Прям так, конкретно. А если в ресторане, то это 20-30 евро минимум. И если с напитками, то возможно и того больше. Но я говорю о вине, о каких-то коктейлях. И если заказать одно блюдо, то это 18-20 евро. И оно будет маленьким, каким-то скромным, типа равиоли там чуть-чуть так на один зуб. Плюс вино, ну это где-то 25 евро. А если брать мясо, то это 30 как минимум с вином. И завтракаем мы дома, в обед как получается. На ужин всегда что-то легкое, никто не хочет объедаться на ночь. Все следят за фигурой или во всяком случае стараются не перегружать свой организм тяжелыми блюдами и не наедаться на ночь чем-то мучным. Так, сейчас я беру свои вещи, иду попью кофе. И в Позитано у нас тоже разные планы. Мы хотели бы там погулять, а моя двоюродная сестра, она бегает, причем в таких серьезных марафонах. Сейчас не хочу соврать, но это типа не 10 километров. У нее тут ежедневные тренировки практически. Для нее 20 километров, это вообще пыль. Пробежать типа 50, а может 70, я уточню у нее, сколько она там максимально бегала. Это просто жесть еще и по горной местности. И она планирует бегать там. Какая-то есть тропа богов с красивыми видами, и она хочет там побегать, потом еще что-то посетить в Позитано. Мы так пошататься, погулять, посмотреть. Я там уже была, но кафешки, все рестораны были закрыты, как будто весь город вымер зимой. Поэтому сейчас, я думаю, что будет интересно, но не слишком много людей, так как летом и не так жарко. Поболтала с вами, теперь бегу. Я никак не могу выгребтись сегодня из дома. То одно, то второе. Короче, ситуация следующая. Позитано, мы не поехали. Как-то я что-то недопоняла, наверное. И поэтому я оказалась в поселке Атрани. Он самый маленький на Амальфитанском побережье. Здесь живет совсем мало людей, но он отличается от некоторых других мест. И сейчас мы пойдем изучать эту местность. Смотрите, как высоко я нахожусь. Это не просто так. Дело в том, что дорога проходит вообще над зданиями, на которой я сейчас, собственно говоря, и стою. Приехала я на автобусе. Вот мой билет, который мне подарил итальянец. Прикол состоит в том, что я хотела купить билет сама, но тот пункт, где продаются стационарно билеты в любое направление, он закрыт на обеденный перерыв. И нужно было ждать, короче, дольше, чем приехал бы автобус. Я попыталась онлайн. Попросила этого итальянца, он тоже стоял на остановке, чтобы он мне помог. У меня не проходила оплата. Не знаю, в чем загвоздка. Но, в общем, он что-то пытался, пытался. Он еще слабо говорил на английском, потом куда-то пошел, походил, походил. Приходит, говорит, вот, я отдаю вам свой билет. Это не так дорого. Я ему предложила, конечно, говорит, не-не-не, ладно, хорошего дня. Встречаются добрые люди. Вроде такая мелочь, а приятная, да, и мне помог, и, наверное, тоже где-то там пополнил свою карму добрыми делами. То, как здесь ездят автобусы, это вообще отдельный экстрим. Я там чуть яйцо не снесла. Это очень хорошие водители, судя по всему. Иногда я обращаю внимание на какие-то вещи, которые совершенно не интересуют других. Например, керамическая лавочка на остановке. Почему бы и да? А Трани это тот поселок, который мне понравился, пожалуй, ну, чуть ли не больше всего в этой поездке. Обратите внимание на дорогу. Под дорогой там располагаются дома. То есть, по факту, машины постоянно ездят по домам. Издалека это, возможно, не видно, но очень интересный факт. И я в этот день практически все время была одна. Я никогда от этого не страдаю. Мне с собой одной не скучно. Порой для меня это самое продуктивное время. И это тоже полезно для самой рефлексии, для какого-то анализа, для отдыха, для того, чтобы немножко успокоить свои нервы, сосредоточиться на своих чувствах, на своих интересах, посвятить чему-то столько времени, сколько вам нужно. Иногда необходимо просто замедлиться и не искать кого-то для того, чтобы сбежать от чего-то, от каких-то мыслей, а остаться с собой и разобраться со своими мыслями. И тоже интересный факт, что когда я одна, у меня как-то больше всего вдохновения, больше всяких идей появляется. И порой мне даже необходимо остаться одной дома, в поездке, где угодно. И я очень общительный человек, но иногда и в таком я нуждаюсь. И это был тоже супер-классный день. Вот и заканчиваются наши приключения. Машина у нас была шикарная. Все помещает. Еще посмотрим, как после шопинга мы сегодня тут, это время дождя, пакуемся. Наш логист и супер-водитель, самая мелкая, самая сильная, выносливая и смелая. Моя двоюродная сестра. Лена, ногой! Я шучу? Ну, девочки? Опа! Молодец! Я сказала, что ты у нас самая мелкая, но самая смелая, отважная супер-водитель и логист. Это такая базная работа. Да, моя моральная поддержка. Единственная проблема, нам пришлось достать из багажника вот эту крышку. Но в этот раз мы ее как-то так поместили нормально, что она никому... Не закрывает обзор. Никому не мешает. К счастью, это какая-то водная краска. Ну, а свой влог я хотела бы закончить кадрами из шикарного позитана, из курорта, о котором многие мечтают. И я в том числе, я очень долго хранила какие-то фотографии, сохраняла их для того, чтобы когда-то приехать в это место. И в этом году мне посчастливилось побывать здесь дважды. Я благодарна судьбе за все возможности, которые она мне подкидывает. Но, говоря вот так искренне, да, могу сказать, что я, наверное, еще долго не поеду на Мальфитанское побережье и уж тем более в Позитано. Я немножко разочаровалась, мое сердце разбилось, толпы туристов, коммерцию, очень высокие цены. И вообще, как-то мои надежды не были оправданы. С одной стороны, я не хотела бы как-то преуменьшать красоты этого места и все, все, что связано с Амальфи, с Амальфитанским побережьем, да, и с Позитано в частности. Поймите меня правильно, порой появляются какие-то супер популярные места, все едут туда как в какую-то Мекку, да, все делают красивые фотографии и тебе кажется, вот он, тот рай на земле и делаю даже не в ценах, а просто для того, чтобы приехать сюда действительно отдохнуть, на море, например, да, я бы выбрала совершенно другое место в Италии, слишком много людей, слишком много именно про заработок, а не про отдых, заработок для местных. Я понимаю, что это их работа, они тоже пользуются популярностью этого места, но тот же отраний поселок меня как-то больше покорил. Дело в том, что мы были здесь зимой, все было закрыто и мне показалось, что я вообще не прочувствовала это место с открытыми ресторанами, с людьми, с магазинами и так далее. Керамика мне очень нравится, но только посмотреть, домой я не готова такое привозить, как-то я предпочитаю что-то более нейтральное. Конечно, стоит съездить посмотреть, но на отдых я бы сюда не отправилась, чтобы вот прям жить несколько дней, нет-нет. Тем не менее, я благодарна вам за просмотр, не забывайте поставить пальчик вверх, мы встречаемся с вами совсем скоро, пока-пока, а мне пора уже улетать в Краков. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, как я вижу этот мир. Пока-пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok